Привезла ветер и наконец-то стало легче дышать. С такими комментариями отреагировали красноярцы в соцсетях на очередной приезд главы Росприроднадзора Светланы Родионовой. И сегодня она заявила, что Красноярский край станет местом, где будет реализован проект по улучшению экологической обстановки. Родионова отметила, что люди в нашем регионе занимают активную позицию и интересуются вопросами экологии. Именно на их поддержку и рассчитывают в ведомстве, когда будут запускать в Красноярском крае пилотные экологические программы. Я прочитала комментарии о том, что я повезла ветер и что спасибо, нам есть чем дышать. Я рада, что хотя бы это способствует какому-то хорошему настроению и понимаю, что это не то, что должна делать я как контролер. Мы договорились с красноярцами в прошлом году и что с начала февраля наша большая рабочая группа начинает работать. Мы будем заниматься регионом очень плотно. То есть вся служба на конкретный регион. Я многие пилотные вещи хочу у вас опробовать и считаю, что это необходимо. Об этом знают предприниматели. И все полномочия, которые нам будет ставить законодательство по защите наших прав граждан, каждого живущего в этом регионе, мы будем реализовывать в полном объеме. Но я очень надеюсь на реальную, активную и адекватную поддержку тех, кому не все равно. Не просто на крики, что все плохо, а именно на каждодневный труд тех людей, которые в это вовлечены. А вообще Светлана Родионова прилетела на заседание суда по делу о норникеле. Но сегодня суд объявил перерыв рассмотрения иска Росприроднадзора. Речь идет о возмещении рекордной для России суммы компенсации за вред окружающей среде. Почти в 148 миллиардов рублей из-за разлива топлива на Таймыре. Редактор субтитров А.Семкин